всем доброе утро чайлю на себя чувствовать замечательно да да мы халёсе попу не это наверно все таки это был укус по моему у нас там концерт по заявкам у соседей только сейчас включили вообще никогда не включая не хорошее настроение наверное вот у нас время перевелять на одних часах 11 на других 10 вот стала я сегодня поздно потому что я вы знаете я такой человек что некоторые говорят ой ты вот не уставала вот устанешь уснешь без ног вот у меня все наоборот если я устану сильно то я вообще хрен усну то есть у меня организм перезвозбудиться и я никогда не усну я даже знаете вот когда по телевизору какой-то фильм очень интересный такой активный показываю то я после этого фильма еще пару часов могу не уснуть потому что ну вот так вот у меня и вчера так устала да у меня все болело кстати сегодня вообще ничего не болит как будто я и нигде не была не танцевала три часа вот ну да ладно не в этом суть в общем засыпала я мой блин все вспомнила все придумала ой не могу за смех и грех до трех часов наверное лежала и фантазировала все подряд вот что еще хотел сказать и кстати а вы меня что-то что а я там себе сделала блинчики попешные сейчас вам покажу на завтрак уже видеть у нас тут музон играет попешные блинчики не такие тоненькие но вкусные вот кофе сделаю сейчас сегодня непонятно и буду завтракать и пойду гулять с чарли пойду пешком потому что город почти весь перекрыт поэтому не знаю где выезжать лучше пешком пойду хотел конечно на пляж съездить но завтра слышу смотрите какая модная но нам прикол эти шорты с прошлого года который я говорила что я их нашла они были спрятаны в общем сейчас я их надела говорю хоть разочек надену нагибаюсь вот так вот зачем-то я не так секси-мопси придется переодеваться хорошо хоть здесь найти эту за какашками бы нагнулась я не на улице ходила бы такая модная девчонка он не могу видите здесь дорога вот перекрыта по этой дороге я езжу и на пляж из пляжей на работу вообще по этой дороге перекрыта бежит пишет 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 бежит бегуны все у нас очень часто проходит всякие маратоны то бегут то велосипеды то еще что почти каждую неделю особенно вот осенью когда начинается этот бегут ну мы с чарли гуляем смотрите какой толстячок бежит вы знаете здесь вообще не не важно возраст не важно твое социальное положение вообще ничего не важно для того чтобы принимать участие в каких-то мероприятиях хочешь бежать ради бога беги хочешь петь пой никто даже не спросит тому а ты там 120 килограмм весишь куда-то побежишь видели вчера на сумме у нас какие были эти блин как их назвать так скажите как правильно назвать кто дает в класс учитель нет монитор я буду называть в общем полный мужчина увидели какой колобок как он двигался это вообще пипец и девушка полная была такая она преподает зумбу я не помню где альболоты здесь деревня рядом ну как она двигается это вообще тоже офигела то есть все классно да видите бегут конечно вот если бы я побежала да я бы ничего никуда не не никакой бы место не заняла но главное же не как говорится не при соучастие но бегать я не люблю поэтому я бы не побежала вот если танцевать три часа пять часов я бы еще знаете а вчера на ледиване полежал опять 20 минут и все и я готова еще было два часа проплясать а вот бегать нет я вот прыгать в теннис играть я вам вчера рассказывал что очень любила в теннис играть настольный ping pong видите он тоже полоняшка коще разговаривает откуда до дыхалка берется скорая помощь полиция постоянно воду им дают в течение всего пробега воду дают что-то в глаз попал такие очки огромные все равно что-то в глаз у нас сегодня летняя погода море шикарное сейчас покажу видите какой море хоть на пляж ехать загорай это порт у нас кстати ду что-то думаю про сон что я не сплю когда кино смотрю и все такое вы знаете еще когда я вообще не сплю и поэтому я почти что не пью когда я с похмелья блин вот здесь я так завидовала людям которые знаете ну на какой-то празднике повеселяться выпьет да приходит домой и спят блин у меня такого нет во первых я очень сильно болею с похмелья у меня такая такой отходняк как говорится даже если я с они не сильно прям нахрюкаюсь да ну вот такого же сто лет не было но вот я вспоминаю почему я перестала вообще вот там лишнего позволять скажем так потому что во первых я прихожу домой и сплю буквально внутри часа может быть от силы самое большое а потом я просто страдаю я болею около трех дней представляете как у меня похмелье блин три дня вот в первый день причем я не могу пить ни воду не есть ни вообще ничего не могу в рот положить потому что у меня все от всего начинается рвота то есть представляете лежите голова болит очень сильно он прям видно что отравление головная боль тошнота и просто лежу и умираю не могу не встать не сесть вообще ничего и еще это все вот не сплю вот эти три суток что я мучаюсь я буквально там сплю может быть час два так вот вообще не сплю сможешь организм когда перевозбужден он не спит вот на второй день у меня к кое-как я там наверное начинаю пить ромашку бульон какой-нибудь вот она третий день просто как бы меня потрясывает да есть какая-то тошнота но жить можно вот первые два дня это просто какой-то пипец я так подумал думаю ну и нафиг это надо до один день там какого-то веселья который там потом даже если честно и не помнишь да и три дня просто выброшенные из жизни еще и так болею что блин а потом еще ну да вот как наверно парикмахер шесть может ну еще очень много лет я уже просто я знаю где где я начинаю там уже как говорится когда мне будет плохо с какой скажем так с какой рюмки мне будет плохо я знаю и поэтому я не позволяю себе она и потом когда эта рюмка находится то есть состояние такое вроде бы как и не туда и не сюда и мне спать очень хочется знаете и думаю нафиг надо ради чего ради вымышленного веселья да ну нафиг и поэтому я вот не позволяю скажем себе так сказать лишнего там очень сильно болею в прям пишите в комментариях у кого такое есть просто я говорю на некоторых посмотришь так приходит отрубаются и спят да и просто прав похмелье проходит во сне нет у меня такого нет мучаюсь лежу мысли страдаю и по то и все и и жду когда я пройдут эти три дня просто вот бессонном состоянии в больном не таблетку никакую не выпьешь потому что она не задерживается в желудке вообще вот любая капля жидкости или не жидкости все идет обратно так что вот так вот поэтому я не пью и вам не советую не ну так я конечно не противник того чтобы там это каждый самого себе знает когда что ему нужно я просто вот решила так что мне не стоит овчинка выделки тем более мне на работу еще ухо кому-нибудь отрежу в таком состоянии ой ну его нафиг или еще что знаете какую-нибудь лысину сделаю потому что работаешь все таки с ножницами с опасными такими инструментами поэтому они даже не за это просто болеть не охота так вот еще одна черта мои моего состояния организма куда не выйди куда не зайти везде бегуны у нас сегодня так понимаю что они до пляжа бегут в общем по вот полоски им провели вот такие полоски по асфальту дети белая или нет она не белая на голубая и вот они все бегут поэтому на машине ехать даже хрен поймешь куда как выезжать дети бегите там им воду раздают есть люди родственники скорее всего которые их поддерживают видеть ты беги 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 в общем вот так у нас сегодня спортивный день пришла домой сходила в душ потому что пришла вся мокрая очень не люблю быть потной прям ненавижу поэтому меня устраивает спортзал потому что потом можно пойти в душ вот на не могу находиться не две минуты вообще прям так противно где моя это штатив вот так лучше зашла в магазин фруктовый как всегда сейчас покажу хочу вам что вам купила себе купила вам покажу что фруктики набрала сейчас раскрою покажу в общем купила укроп такой пучок большой евро 70 по стоит я если честно не знаю почему почем знаю что мангу стоит 250 уже это дорогой какой-то мангу форму не знаю сколько стоит 2 формы взяла такая вкусная это рот не вяжет вообще ни капельки на смотря на то что она твердая может быть но она ни капельки рот не вяжет сливы такие хорошие сливы у него вкусные сливы и арбузика немножко взяла вот четвертиночку буквально яблоки сферы невады вкусные в прошлый раз понравились и они знаете не обработаны воском их можно с кожурой есть и авокадо она почти спелая взяла и усе представляете 11 евро отдала конечно мангу дорогое и этот евро 70 стоит небольшой пучок хороший а на обед муж говорит ему у него нет желания куда-то ехать очень странно может быть уже появилась не знаю ну пока не появилась я вчера пока засыпала я же у меня на это есть очень много времени в общем придумала думаю чтобы мне покушать приготовить и вспомнила что у меня есть рис вот что-то стекаешь рис вареный ну и пока я думал думал что с этим рисом делать вспомнил еще что у меня есть морская сушеная капуста и помните рецептик я делала морскую капусту с рисом вот такой салатик получился и сейчас я опять его забацаю яйца поставлю варить он делается быстро поэтому вот такой у меня еще щи есть в общем еды много но вот рис надо было использовать потому что его осталось не туды и не сюды а вот если салатик сделать то самое что вот так буду разбирать не закрываешь орешки мне там буду разбирать все это безобразие и попробую арбуз вот мой обед салатик забацала с морской капустой вкусняцкий и с рисом и щи вкусняцкая еда всем приятного аппетита время пять вчера было уже шесть да еще не важно не важно пойду схожу смотрите от нашего пастель от нашего десерта ничего уже не осталось так что будем готовить на следующей неделе новый и запишу рецептик сейчас уже темнеет на улице хотя когда выйдешь светло дом темнеет и надо белье снят потому что если не сниму она за ночь опять влажным станет а у меня еще машинка постиралась смотрите какая лепота снега уже почти нет на горах так что все зима кончилась такие облака интересны вот тут вот над горами даже нет горами а на уровне гор видите прикольно хочу не люблю наблюдать сверху вниз муж уехал с сестрами на дачу там опять они в карты играть вот а я а в одиночестве наслаждаюсь одиночеством смотрю к корейский сериал нашла включила но не помню как называется вера по моему вера да вот и ничего не делаю просто лежу валяюсь на диване с одной стороны на другую бока болят ладно буду снимать видео на уже село сухое и и пойду наверно чайку себе поставлю а 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 КОНЕЦ А пока остывая чай, съем вот этот один гранат Он маленький такой, но надо его слопать Я его не люблю чистить, и потом ногти от него черные становятся Вот, ну есть надо, у меня еще два маленьких осталось, они уже такие сухие Вот, вот такими делами еще яичко осталось вареное Знаете, обожаю, как пахнут вареные яйца вот именно в скорлупе Вкус детства, знаете, вот запах такой Вообще с детства очень такие яркие и добрые воспоминания Вот, например, не знаю, почему у меня запах вареного яйца стоит в голове Чуть там чарли лопает Ты че лопаешь-то? Это, наверное, когда уходил муж, он ему дал ему печеньку одну И вот он решил ее сейчас полопать В общем, да Не знаю, откуда у меня взялось это воспоминание, но есть Ладно, пошла я делами заниматься, питательными Время у нас 7.23 Сейчас попробую забронировать себе место на зомбу на 7.30 Никогда у меня это еще не получалось Попробую сегодня, я вам говорила, на той неделе я опоздала на 8 минут Там 50 мест И через 8 минут, то есть 7.38, мест уже не было И вот я сейчас, я будильник завела на часах, на телефоне, везде Не знаю, удастся ли мне забронировать место Отдыхает Все, у него болячка его уже прошла Да? Видимо, кто-то укусил Давай покажем, видите? То есть я уже трогаю, ему, видите, не больно А вчера вообще дотронуться даже было невозможно Он начинал визжать Весь тресся И вообще я прям испугалась не на шутку Потому что я вчера делала укладку на работе И вижу, прям он сел вот так вот Под кресло клиентки Он никогда так не делал И сидит, прям боится, вот знаете И он сам не понимал, что с ним случилось И вот спал целый день И не хотела ни чучи есть, ни играть Так мне его жалко было Уже думала, что если не пройдет в понедельник, пойдем к ветеринару Ну нет, сегодня встала и нормально, видите? Ничего уже не болит Можно ему гладить вот так Видимо, кто-то укусил Но только я не пойму, кто Хочет укусить Потом вспоминает, что это мамка А мамку кусать нельзя, да? Да? Ты такая Соня вообще Да Сейчас, кстати, родственники звонят Где там с дачи, где муж Ой И говорят Не знаю ли я какую-нибудь ветеринарную клинику Которая работает 24 часа Потому что там у них собака Что-то то ли ногу подвернул То ли еще что В общем, сейчас придет Муж у него спрашивает Что там с собакой случилось Да А муж говорит Поехали там на дачу Там много собачек Ну все родственники собираются Ну и Чарли Он такой Там собака одна есть Французский бульдог Но, кстати, она ее ногу и подвернула Или что там она с ней сделала Они с Чарли вообще никак не Не дружат Хотя маленькие у них один и тот же Ну, они ровесники, скажем так Но почему-то не дружат Чарли боится ее Представляете? Поэтому что его возить, если он все время боится Ну что, ты играться хочешь, да? Ты играться хочешь? Донде ста, хугэты? Три хугэты Донде ста? Донде? А, китаки Китаки Ты че? В общем, ладно Буду ждать время У меня прям, знаете, барабанная дробь Удастся ли мне это сделать или нет? Прямо самой уже, знаете, смешно Если нет, опять в 4 пойду Но в 4 мне нравится ходить в 4 Но в бассейн я уже не могу пойти Потому что там начинаются классы для маленьких детей И там столько маленьких детей Все дорожки заняты Все вот это плюхаются, плескаются И просто невозможно идти Поэтому я люблю поплавать после занятий И вечером в 7.30 не так много людей Прям такой кайфушечки Можно спокойно позаниматься В раздевалке нормально А это когда в 4 уйдешь В раздевалку вообще не прорваться Хотя я еще раз говорю Есть раздевалка для детей Я не знаю, почему все они прутся для взрослых Я так и хочется задать вопрос Вы почему не идете в вашу раздевалку? И вот там дети кругом бегают, прыгают по головам И вообще они... Ну, в общем, лучше на 7.30 Осталось 3 минуты Ждем-с В общем, будем забронировать Правда, тут 19.29 Так, там муж идет Чарли ждет Что такое? Так, не начинаю мне тут Всякие ошибка, не ошибка Что такое? Ай По-моему, да По-моему, да Нет Невозможно Что за фигня Написано Ошибка Блин Ну что, вот этот вечер наступил Сейчас пойду смотреть Большой брат Большой брат он называется Я включилась только для того, чтобы с вами попрощаться И пожелать вам продуктивной рабочей недели И сказать вам большое спасибо за ваши комментарии Все читаем Не знаю, либо сейчас отвечу Либо, может быть, завтра Но обязательно отвечу Так что всего вам самого лучшего Встретимся завтра И всем Пока-пока Чарли скажи пока-пока 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 Пока-пока